Сирот пропанов, які прогучали подчас работы диалоговых пляцовок в нашем регионе, были и те, что отыщились поддержки предпринимательства. У приватности разума об унесении у законодательства изменений, которые будут сприять развитию молодежного приватного бизнеса и протяжении его до реализации мясовых инициатив. С пропановами ознайомились наши корреспонденты. Гомельский центр будовательства и ремонта на рынке послух уже 22 года. В активе компании – доброупорядкование сквера, каля техничного университета с установкой самолета, объекты медицинского и спортивного призначения. Сегодня предпринимательники поставляют свою продукцию по всей Беларуси. Кажут, что конкуренция значная, але, калі вырабляць вялікі абйомы при высокой якості, утрымацца на рынку махчыма. Хоть толькі поставками продукции и послух центр не обмежовываецца. В Улуковскім сельсовете яго ведаюць як активного удельника реалізацій мясовых инициатив. Для детских учебных мы меняли стеклопакеты, будем говорить, они нас просили, чтобы мы бесплатно поменяли те, которые для подготовки к зиме. Будем говорить, ну, говорю, уборка территории, где-то выделить погрузчик, транспорт будем говорить. Вот. Что еще? Озеро, которое здесь есть, пытаемся приводить в какой-то порядок. Пока, правда, получается не так, как хотелось бы, но пытаемся. Вот. Ну, вот в таких районах мы и контактируем. Будем говорить, когда они проводят День сельского хозяйства, поздравляют своих участников, что-то с продукцией выделяем, чтобы поздравить. Ну, вот такие, я не скажу, что это крупные, но какие-то мелкие поручения мы выполняем, делаем для того, чтобы, будем говорить, сегодня производство и власть, они должны быть рядом. Они должны делать одно дело. Почас диалоговой пляцоги, якая была присвечена пытанием удосконаливания системы мясового самокеровання, разведцю сельского предпринимательства надали значную увагу. По великим рахунку, приватный бизнес – это не только прационные места, но и мягчимость реализовать проекты, актуальные для конкретной мясовости. Иншая справа, что этот процесс можно было бы активизовать унесением дополнений в законодательную базу. В приватности разговора идет об уведении таких понятий, как «молодый» и «социальный предпринимательник», а так само реализатор стартап-проектов с представлением отповедных и льгот. А про жатоги некоторые преференции для их можно предоставлять на мясовом узровне. Причем говорка не только об укладенных сродках, а и о социальном эффекте, отриманном от выражения иснующих проблем. Есть предприниматели, которые, кроме как зарабатывают деньги, еще беспокоятся о том, чтобы решать какие-то социальные проблемы своих территорий и местных сообществ. И было бы, на мой взгляд, целесообразным, если бы таких предпринимателей государство поддерживало больше. Ну, как минимум, можно было бы в сельской местности предоставлять таким предпринимателям государственные помещения в аренду по льготной ставке. Можно было бы предоставлять займы на возвратной, либо на безвозвратной основе, для того, чтобы раскрепостить их инициативу, для того, чтобы устроить вот этот психологический барьер, напустить создание своего дела и открытие предпринимательства.